Следственный комитет России предложил создать ДНК-фазу погибших в Мариуполе из-за сложности в восстановлении их личности. Об этом сообщили прислухи ведомства. Результат проведенного работы в связи с наглядным свидетельствует о причастности вооруженных сил Украины к расстрелам мирных жителей, но не позволяет лицензифицировать личности убитого вольца сообщения. Потом в Москве после отхода из города украинские боевые полки в Мариуполе обнаружили более 3000 убитых мирных жителей. По оценке следствия, в период организации российскими военными гуманитарных коридорами бойцы над гвардии Украины искусственно создавали препятствия для эвакуации из города. Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, имяны жителей стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийство из различных видов вооружения, рассказали в искусстве. Слабый сигнал сети. В окончательном выступлении Мариуполя Следственный комитет возбудил уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников. Парламент ДНР принял новую конституцию республики. За принятие документов проголосовали 76 присутствующих депутатов. Как заявил время исполняющий обязанности главы региона Тенис Пушилин, новая конституция установит правовую статус органов государственной власти и местного самоуправления, определяет омниву на содержание прав и свобод человека и гражданину, установит основы отправления правосудия. В документе закреплено положение о недопущении умоления значения возбудка русского народа в Великой Отечественной войне. Пушилин подчеркнул, что основной закон устанавливает приоритет семейное воспитание детей, воспитание патриотизма и гражданственности. Ранний парламент Луганской Народной Республики принял также новую конституцию. Решение принято сегодня на заседании Народного Совета. За принятие документов проголосовали все 43 присутствующих депутатов. Решение поддержали аплодисментами. Отпевание похорона кинокомпозитора Эдуарда Артемьева пройдет в субботу, 31 декабря. Об этом сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин, добавив, что пока не может сказать точно, где именно пройдет церемония. В этом году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей, известен в частности как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Томиевского. В Москве на Новый год будет облачное и тепло. Днем в столичном регионе до плюс 3, первая еще на градус теплее. Как заведующий специалист Центра похода Фокус Евгений Тишковец, Новый год служим и дождем. Это не так уж и редкое явление для Москвы. Днем в столице потеплеет до плюс 3, вечером плюс 2, полночь тоже будет пасмурно и без существенных осадков. Температура воздуха плюс 1. В новогоднюю ночь воздух растынет, дождь, плавали в расточении, полпопела ледится с кислором. Небольшой снег, который к утру, когда в лодке капит, оттепель ты едешь, мудрость, снег и дождь. Но 1 января столбики термометров могут оттенеть. Рекорд для этого дня, напомню, был установлен ровно полвека назад. 1 января 1973 года плюс 4,2 градуса. Кстати, новогодняя оттепель в Москве оказывается не такой уж и редкостью. После...